Здравствуйте, с вами Ольга Борисова, ведущий менеджер по подбору персонала компании Роско. А вы знаете, что рекрутеры часто сталкиваются с разными нестандартными ситуациями при проведении собеседований. Например, кандидат на должность может записывать интервью на диктофон. Однако возникает вопрос, есть ли правовое основание для ауди или видеофиксации переговоров, и каковы последствия записи без согласования всех участников. В этом видео мы рассмотрим этот увлекательный случай и поделимся нашим опытом. Не переключайтесь, и пока мы не начали, подписывайтесь на наш канал и скорее жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий из мира кадровой практики. Разрешается ли кандидату приходить на собеседование с диктофоном? По общему правилу, записывать аудио с переговорами третьими лицами можно с их согласия. В силу Конституции Российской Федерации осуществление прав и свободы гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Разговор с рекрутером или потенциальным работодателем не содержит сведений о части жизни потенциального работодателя. Обсуждаются исключительно его компетенции и опыт работы, перспективы трудоустройства. Поэтому вести запись могут спокойно обе стороны. Предупреждать о том, что включен диктофон на телефоне не обязательно, но является хорошим тоном. Так, соискатель проявляет уважение к собеседнику. Но в целом кандидат на должность вправе сослаться на конституционное право на сбор информации, указанное в пункте 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации. Граждане Российской Федерации вправе записывать свои разговоры, даже если на них попадут голоса третьих лиц. Это не является нарушением действующего законодательства. Такую позицию занимает Верховный суд Российской Федерации. Практика суда показывает, что аудиозаписи могут быть представлены в суд для подтверждения исковых требований. В силу пункта 2 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса номер 95 ФЗ в качестве доказательств по делу принимаются аудио- и видеозаписи, если такие записи свидетельствуют о фактах, указывающих на наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по делу. Главный нюанс. Диктофонная запись должна осуществляться лицом, которое непосредственно участвовало в разговоре. Обсуждаемые вопросы должны касаться конкретных обстоятельств, связанных с договорными отношениями сторон, в том числе при потенциальном трудоустройстве. Будьте внимательны. Использовать гаджеты для негласного сбора информации строго запрещено. За это нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 138.1 Уголовного кодекса, если он планирует использовать эту запись. Трудовые отношения традиционно относятся к наиболее сложному и громоздкому участку работ компании. Для того, чтобы создать эффективно работающую структуру, необходим кадровый консалдинг. Подобной сложной и комплексной работе следует привлекать только специалистов. Такие есть в компании Роско. Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Ловите промокод YouTubeRosco, по которому вы получите скидку на наши услуги в 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Были ли в нашей компании случаи, когда кандидат хотел записать собеседование на диктофон с лэш-камеру? Да, такие случаи бывали. В основном записывали на диктофон. Правда, всегда спрашивали согласие. Я всегда соглашаюсь, так как никаких тайных сведений в рамках собеседования не разглашается. Лично я считаю, что в ведении записи диалогов нет ничего зазорного. Тем более век, когда кругом одни блогеры. Пора избавляться от камерофобии и становиться более открытыми. Сегодня на рынке труда можно встретить скам-проекты и прочие нелегальные схемы. Кандидаты на должность хотят себя как-то обезопасить от мошенников и нечистых на руку работодателей. Если записать собеседование на диктофон, это станет дополнительным доказательством при обращении в правоохранительные органы и государственную инспекцию труда на неправомерные действия представителя-работодателя. Также запись собеседования – отличный инструмент для самоанализа. Люди, которые записывают себя, могут переслушать аудио и провести работу над ошибками. Это позволит чувствовать себя намного увереннее. А еще не упустите шанс глянуть на наше видео, посвященное умению вести деловые переговоры. Она также окажет немалую помощь в вашем самосовершенствовании. Имеет ли право соискатель шантажировать вас с записью беседы? Если соискатель прибегает к шантажу, то это может поставить крест на его дальнейшей карьере. Подробнее об этой ситуации расскажет юрист компании «Роско» Максим Леонов. В целом, шантаж – это уголовно наказуемое деяние по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оно может наказываться ограничением свободы на срок до 4 лет. Если вы, будучи менеджером по подбору персонала, попали в подобную ситуацию, не стоит идти на поводу у шантажиста. Вместо этого нужно преградить судом. И, конечно, отказаться от любых дел с таким человеком. Подведу итоги. Итак, чтобы не допускать неприятных ситуаций, ИЧАРу нужно готовиться к каждому собеседованию. Не разглашать кондициональную информацию при общении с соискателями. И общаться исключительно по делу. Вопросы должны касаться трудовых обязательств, релевантного опыта и деловых качеств соискателя. Нельзя переходить на личности. И вводить кандидатов на должность в задолжение по поводу будущего трудоустройства. Если заранее подготовить список вопросов, определить временный лимит на каждое собеседование, соблюдать общепринятую манеру делового общения и этику, проблем в будущем не возникнет. Мы надеемся, что данная тема стала для вас гораздо понятнее. Чтобы всегда быть готовыми к подобным и другим ситуациям, рекомендуем вам посмотреть наш плейлист. Не упускайте возможности обогатить свои знания в области рекрутмента и быть в курсе последних новостей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Ольга Борисова. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. И юристы нашей компании Роско бесплатно ответят на них. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе и будьте с Роско.